Всем привет! Вы на канале коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю советской банкноте 3 рублям 1947 года. Параметры банкноты. Размер составляет 86 на 133 миллиметра. Материал плотная белая бумага. Водяной знак темные светлые пятиконечные звезды. Данная банкнота была введена в обращение 16 декабря 1947 года. Использовались в качестве официального средства платежа до 2 января 1961 года. Лицевая сторона имеет светло-зеленый фон, состоящий из мелких узоров, и плавно переходит внизу в светло-розовую широкую горизонтальную полосу. Верхняя часть рисунка имеет декоративную рамку в виде буквы П. С наклоненными цифрами 3 по углам. Внутри рамки наверху в барельефе и в окружении дубовых ветвей изображен герб СССР. Ниже находится фигурная рамка с надписью «Государственный казначейский билет СССР». Под ней крупная цифра 3, из-под которой в стороны расходятся две лавровые ветви. Еще ниже над гелиширными розетками и полукругом указан номинал. Внизу купюры расположен горизонтальный элемент с указанием посередине номинала и годом выпуска банкноты 1947 и двух цифр 3 по бокам. На одни прописи указан номинал на языках Республик СССР. В нижнем левом углу и справа от указания номинала красной краской обозначен из серии номер банкноты. Оборотная сторона имеет светло-зеленый цвет, плавно переходящий внизу в светло-красную широкую горизонтальную полосу. Внизу по углам расположены две белые цифры 3, над которыми указан цветной элемент, включающий в себя дубовые листья по бокам, полукруглую рамку с цифрой 3 наверху, фигурную рамку с цифрой 3 внизу, а также многочисленные узоры. Посередине горизонтально указан номинал, над которым в рамке в виде счета имеется надпись. Государственные казначейские билеты обеспечиваются всем достоянием Союза СССР и обязательны к приему на все территории СССР, во все платежи для всех учреждений, предприятий и лиц по нарицательной стоимости. Внизу под номиналом рамка с барельефами, в которой указана подделка государственных казначейских билетов преследуется по закону. Теперь рассмотрим цену банкноты 3 рубля 1947 года. Обращаем внимание на серию банкноты, так как она в первую очередь и влияет на стоимость. Серия номер банкноты находится на лицевой стороне. Для начала определим шрифт, букв серии. Они бывают двух типов. К первому типу шрифту относятся буквы с острыми концами, а у второго типа шрифта концы округлые. Все наглядно показано на фото, определите и запомните какой у вас тип. Выпускались 3 рубля 1947 года в ходе двух выпусков. У первого выпуска в гербе с СССР 16 лент, в то время как у второго выпуска в гербе 15 лент. Определите, какие именно у вас и запомните. Начнем с первого выпуска. Напоминаю, что у первого выпуска в гербе 16 лент. Начнем с серии К.И. Буквы серии большие с надписью образец, красными надпечатками. Стороны отдельно. В гербе с СССР 16 лент. Цена такой банкноты в состоянии Very Fine составляет 100 тысяч рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 140 тысяч рублей. А в сохранности Ancirculated цена составляет 200 тысяч рублей. Далее следует серия АА. Буквы серии большие. Образец перфорации. Красная надпечатка с одной стороны, двухсторонне. В гербе с СССР 16 лент. Цена такой банкноты в состоянии Very Fine составляет 100 тысяч рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 140 тысяч рублей. А в сохранности Ancirculated цена составляет 200 тысяч рублей. Далее следует серии от АА до ЯЯ. Первая и вторая буквы у данных серии большие. Шрифт первого типа. В гербе с СССР 16 лент. Цена данных серии в состоянии Very Fine составляет 900 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 2800 рублей. А в сохранности Ancirculated цена составляет 6000 рублей. Далее следует серия от АА до ЯЯ. Первая буква у данных серии большая, вторая маленькая. Шрифт первого типа. В гербе с СССР 16 лент. Цена данных серии в состоянии Very Fine составляет 1700 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 4500 рублей. А в сохранности Ancirculated цена составляет 9000 рублей. Далее следует серия от АА до ЯЯ. Первая буква у данных серии маленькая, а вторая большая. Шрифт первого типа. В гербе с СССР 16 лент. Цена данных серии в состоянии Very Fine составляет 900 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 3000 рублей. А в сохранности Ancirculated цена составляет 6000 рублей. Далее следует серия от АА до ЯЯ. Первая и вторая буквы у данных серии маленькие. Шрифт первого типа. В гербе с СССР 16 лент. Цена данных серии в состоянии Very Fine составляет 1700 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 4500 рублей. А в сохранности Ancirculated цена составляет 9000 рублей. Далее следует серия от АА до ЯЯ. Первая и вторая буквы у данных серии большие. Шрифт второго типа. В гербе с СССР 16 лент. Цена данных серии в состоянии Very Fine составляет 900 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 2300 рублей. А в сохранности Ancirculated цена составляет 5000 рублей. Далее следует серия от АА до ЯЯ. Первая буква у данных серии большая, а вторая маленькая. Шрифт второго типа. В гербе с СССР 16 лент. Цена данных серии в состоянии Very Fine составляет 900 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 2300 рублей. А в сохранности Ancirculated цена составляет 5500 рублей. Далее следует серия от АА до СЯ. Первая буква у данных серии маленькая, а вторая большая. Шрифт второго типа. В гербе с СССР 16 лент. Цена данных серии в состоянии Very Fine составляет 900 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 2300 рублей. А в сохранности Ancirculated цена составляет 5500 рублей. Теперь переходим ко второму выпуску. Напоминаю, что у второго выпуска в гербе с СССР 15 лент. Начнем с серии ПА. П большая и А маленькая с надписью образец. Штамп красной краской. В гербе с СССР 15 лент. Цена такой банкноты в состоянии Very Fine составляет 3500 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 4000 рублей. А в сохранности Ancirculated цена составляет 4500 рублей. Далее следует серия от АА до ЭЯ. Первая и вторая буквы у данных серии большие. Шрифт первого типа. В гербе с СССР 15 лент. Цена данных серии в состоянии Very Fine составляет 900 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 2300 рублей. А в сохранности Ancirculated цена составляет 4500 рублей. Далее следует серии от АА до ЭЯ. Первая буква у данных серии большая, вторая маленькая. Шрифт первого типа. В гербе с СССР 15 лент. Цена данных серии в состоянии Very Fine составляет 800 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 2000 рублей. А в сохранности Ancirculated цена составляет 4000 рублей. Далее следует серии от АА до ИЯ. Первая буква у данных серии маленькая, вторая большая. Шрифт первого типа. В гербе с СССР 15 лент. Цена данных серии в состоянии Very Fine составляет 900 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 2300 рублей. А в сохранности Ancirculated цена составляет 4500 рублей. Далее следует серии замещения от ЯА до ЯГ. Первая и вторая буква у данных серии большая. Шрифт первого типа. В гербе с СССР 15 лент. Цена данных серии в состоянии Very Fine составляет 8000 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 12000 рублей. А в сохранности Ancirculated цена составляет 17000 рублей. Далее следует серии замещения от ЯА до ЯЯ. Первая буква у данных серии большая, вторая маленькая. Шрифт первого типа. В гербе с СССР 15 лент. Цена данных серии в состоянии Very Fine составляет 5500 рублей. В состоянии Extra Refine цена составляет 9000 рублей. А в сохранности Ancirculated цена составляет 11500 рублей. Напоминаю, что очень многое зависит от степени сохранности банкноты. Коллекционеры в редчайших случаях приобретают банкноты в плохой сохранности. Только состояние Ancirculated действительно коллекционное. Данная сохранность – это абсолютно новая банкнота в безупречном состоянии. На ней нет ни малейших помятостей. Уголки идеально острые и чистые. И вся банкнота идеально ровная. Цена банкноты в состоянии Ancirculated и цена банкноты, походившей в обороте, может отличаться в сотни раз. Если же у вас есть банкноты 3 рубля 1947 года, то не забудьте написать об этом в комментарии, и какая именно у вас серия и степень сохранности. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!